Всем привет, меня зовут М.Джи Рамон и я молодец, с какой стороны на это только не посмотри. Во-первых, потому что я уже здороваюсь с вами во второй раз и записываю это приветствие во второй раз. Потому что в первый раз я такой вот молодец, забыл включить микрофон. А во-вторых, это потому что я решил внезапно записать для вас выпуск Доминиона на субботу и решил это сделать в 2 часа ночи. Поэтому в 2 раза молодец. Почему я молодец? Это я 3 раза подряд спросил. Давайте зайдем внутрь. Вот я надеюсь, вы уже заметили, на одном из стримов мы доделывали нашу замечательную ратушу. Добавили вот эти вот часы, допилили крышу, она выглядит очень здорово. И вообще все классно выглядит. Если мы зайдем внутрь, я сейчас спиной зайду, чтобы не спойлерить. Вот так вот все классно здесь выглядит. И никаких перекрытий здесь естественно не будет. Все это будет вот так вот клево выглядеть. Единственное, что вот этот свет, это по-моему Кинни расставляла, вот его надо будет поубирать. Потому что, ну, большая часть освещения, вернее, давайте я даже перефразирую. Освещение это большая часть архитектурного замысла. И вот это освещение, ну, вообще никак не способствует моему замыслу. Ну, выглядит все довольно эпично, с размахом. И вот примерно так это все и предполагалось. Почему я молодец и упомянул это вот в начале и про то, что в 2 часа ночи, да потому что вот это. Кажется, да что здесь такого, Рамон, выкапывать? Но вы не представляете. Я решил себе скрафтить нормальные инструменты. И поскольку у нас все-таки здесь Игуана Твикс стоит, их нужно качать. И, в принципе, у меня лучше инструментов не было. Да даже если бы у меня были сверхбыстрые инструменты, поверьте мне, вот это копать долго. Я копал уже где-то около часа. Вот это все, наверное. Я молодец, повторюсь. Ну, вот такая вот идея нашего здания. Здание вот у меня здесь имеется. И я вам продемонстрирую, как это все будет выглядеть. Здание будет просто огромным. Огромное здание, которое вы, считайте, и посещать, в принципе, не будем даже. Наверное. Но зато его интересно строить. И я надеюсь, что интересно и вам. Так что мы с вами сегодня продолжаем наше приключение творческое, где мы завершаем, ну, по крайней мере, общую концепцию этого здания. И я буду сейчас здесь выкладывать вот этот пол и стены доделаю. И покажу вам, что из этого выйдет. Надеюсь, вы догадались, какой общий концепт у нас здесь будет. А вообще я на стриме это озвучивал. У нас здесь будет сцена. Скорее всего, здесь у нас будет что-то типа бархатного занавеса. В общем, будет прикольно выглядеть. И как именно, скоро узнаете. Знаете, мне этот проект напомнил о том, что строить вот такие вот огромные и масштабные здания в режиме выживания в Майнкрафте это довольно болезненный процесс. И, ну, в итоге, он все-таки вознаграждающий. Такой приятный процесс. Когда вы завершаете что-то огромное. Вот что-то типа хромолек вон там. Но у меня такое вот ощущение, что он был не настолько масштабный, как вот это. Не знаю почему. Вы чувствуете какое-то вот действительно приятное такое ощущение. И я надеюсь, вы уже понимаете масштаб всего этого здания. То есть оно как минимум только что стало в два раза больше. Вот. И прошло всего 50 минут с тех пор, как я закончил вот это все. И вот так вот примерно это все снаружи выглядит. Я, конечно, еще колонны вот эти не доделал. Исключительно возвел стены. Заднюю стену, стену вот эту вот, я пока что заканчивать не буду, потому что, ну, мало ли продлиться еще туда. Я вот такую перекладину сделал пока что. Этого будет достаточно. Но мне нравится, как это в итоге получается. Вот этот спуск, мне он очень нравится. Здесь, скорее всего, у нас будут некие сидения или скамейки для просмотра представления, которое, возможно, здесь будет. Или для прослушивания выступления мэра этого города. Отсюда вид тоже шикарный открывается. Мне очень нравится. Вот. И я попробую все это дело закончить. И также здесь нужно закончить крышу. Сначала я хотел сделать крышу вот именно в этой части, чтобы она выходила, вот эта покатая часть, наклонная, прямо отсюда. Но как-то мне эта идея не нравится. Я все-таки, наверное, продолжу эту крышу точно так же, как она идет здесь. И в итоге это все будет выглядеть вполне себе неплохо. Не нужно иногда вот... Иногда продолжайте то, что делаете. Не нужно выделываться. Давайте вот так это назовем. Поэтому мне предстоит еще несколько десятков минут заканчивать этот потолок. И мы с вами посмотрим, как это будет выглядеть уже снаружи и изнутри. Я надеюсь, это будет клево. Мне пока все нравится. Ну что, выглядит довольно неплохо. Как думаете? Темновато, конечно. Но... Ну, неплохо. Мне нравится тот факт, что крыша уже завершена. Она уже здесь есть. И это здорово. Однако, у меня возникло несколько идей. И я, пожалуй, их реализую. Я думаю, что вот эти вот балкончики, вот такие вот прикольные наши, я продолжу вот в этом месте, вплоть до сцены, вот, чтобы по ним можно было ходить. И отсюда можно было наблюдать за происходящим при желании. А также вот здесь мы с вами сделаем шторы. И, возможно, нам необходимо все-таки вот эти окна закрыть, потому что на сцене, когда вы находитесь, они вам здесь уже не нужны. Здесь должно быть уже какое-то свое освещение регулируемое. Поэтому здесь нужно будет немножко все это дело переделать. И, ну, пожалуй... Пожалуй, нам необходимо использовать... Использовать, использовать. Какие стены внутри мы хотим сделать? Возможно, из мрамора полностью сделать. Но снаружи это будет выглядеть несколько странно, наверное. Либо можно окна заделать мрамором, знаете, вот при постройке. Вот как, в принципе, это у нас сейчас и происходит. Словно бы при постройке потом все это дело замуровали. Потому что сцену сделали уже после того, как построили здание. И, по-моему, так будет довольно прикольно выглядеть. То есть у нас замурованность окна, вернее, даже будут вот в этих местах. И сверху, пожалуй, тоже нам необходимо это сделать. Вот. Да, вот оно как-то прикольно так получается. Довольно реалистично, что ли. С той стороны мы примерно то же самое сделаем. Тут, конечно, надо бы окна еще тоже пробить. Но, вы видите, здесь холм просто громадный. И с этим нужно будет что-то сделать. Возможно, здание такими останется. Его вот немножко присыпало со временем холмом. Мне, в общем-то, нравится. То есть я хотел сначала сослаться на лень. Но, в итоге, мне это даже нравится, что это вот так вот органично вписывается в ландшафт. Поэтому здесь можно тоже заделать окна и просто добавить сюда освещение. Да, но вот эти вот три окна, и, возможно, три окна сверху, если мы вот так вот мрамором их закроем, будут прикольно выглядеть. Вполне. Очень даже. Да. Вот, мы так с вами, наверное, и поступим. И шторы, ну, у нас они, естественно, должны быть красными. Что у нас есть такого ярко-красного? Помимо, конечно, шерсти. Нужно поискать, нужно подумать. Тут очень много микроблоков, конечно же. Но, может быть, мы с вами сейчас найдем что-нибудь действительно интересное. А антиблок вряд ли. Нам все-таки нужно придерживаться концепции. Ну, ребус у нас нет доступа к нему. Вот у нас есть Red Wool and Clay. И, возможно, его стоило бы использовать. Может быть, он неплохо смотрится. Незрак. Ха. Так, вот. Red Stain Clay, Red Wool. Ага. Так. Вот только шерсти нам нужно очень много. Очень много-очень много. Не уверен, что у нас есть возможность его раз... Ее, вернее, раздобыть. Давайте посмотрим. Коттон. Коттейл. Эээ. Возможно, ребят, не хватит у меня ресурсов на это. Поэтому... Мы можем с вами попробовать использовать непосредственно Red Stain Clay. Этого добра навалом. И... Ну, оно довольно пастельно выглядит. И я бы хотел, чтобы это такой был насыщенный бархатный цвет. Давайте, наверное, я подумаю. И покажу вам, что придумал. Итак. Как оказалось, у нас в системе есть всего 45 блоков шерсти. И... Ну, система эта громко сказана, конечно. В одной из бочек я нашел. И, в общем-то, мы, может быть, даже сможем с вами выкрутиться из этой ситуации. Сделав следующее. Мы возьмем эту шерсть. Всю мы использовать не сможем. Перекрасим ее фиолетовой. Но это не будут фиолетовые... Фиолетовый занавес. К сожалению. Хотя он, может быть, и неплохо смотрелся. Не. Не. Не будет. Далее мы возьмем с вами нитку. И вот так вот ее окружим снова же. Мы получаем с вами вот такой вот... Очень-очень... Действительно бархатный, насыщенный цвет. И если мы посмотрим... Вот, вы видите, он соединяется. Тут все дела. Но... В итоге, скорее всего, все это соединяться не будет. К сожалению. Хотя хотелось бы. Но... Но нет. Но, увы. Блин. У меня ни меча, ничего нет. А... Сейчас. Давай. Блин. Давай. Ай. Терпение, только терпение. Господи, как же он долго ломается. Но мы с вами сделаем следующее. Мы, естественно, все это дело распилим. Потом распилим еще раз. И панелики мы уже... Да, мы можем еще и в каверы превратить. Просто, просто смотрите. Ну все, да. Это финальный вариант. Вот это еще распилим. И просто тут уже места нет. Просто уже нет места. Вы видите, я тут со слепами еще цветного камня экспериментировал. Но... Но вы видите. Не знаю, почему. И это еще и не выкинул. Так, куда-нибудь. Куда-нибудь теперь... Вот сюда лите. Все. Так себе. Это все выглядит. Ам... Надеюсь, нам этого хватит. Каверы, 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 каверы. Да. Все, ничего не пропустил. Вроде нет. В общем, дофига у нас теперь тут каверов этих самых. И... Давайте их попробуем расставить. То есть у нас занавес. Возможно, здесь стоило бы добавить немножко света еще. Потому что тут могут возникнуть в любой момент гости. Этого бы очень не хотелось. Вот немножко засветим. Потому что я не знаю, ребят, как вам видно. Надеюсь, все видно. Просто жесть какая. К сожалению, настройки яркости при использовании шейдеров не работают. То есть у меня вот... Давайте попробуем. Вот смотрите. Совсем-совсем темно. Вот сравниваем, да? И... Совсем-совсем ярко. По-моему, я не вижу здесь никаких изменений. Но... Речь сейчас не об этом. Так, вот у нас тут... Помост. Мостки. Или как оно там называется. И ставить мы это будем... Ну... Наверное, вот здесь. Или снаружи вот этого блока. Давайте... Давайте вот здесь. Занавес. Нет, это слишком далеко. Это далеко. Мы, пожалуй, вот внутри... Внутри вот этого блока будем все это дело располагать. Да. И если мы поставим рядышком... Ну, они не соединяются. Честно говоря, я и не против. Я и не против. Мне кажется, что так даже и неплохо будет выглядеть. И мне необходимо... О, хорошо, что я попал. Необходимо до самого верха... Во-первых, все это дело поднять. А во-вторых, нужно сделать иллюзию того, что этот занавес подвязан. То есть, вот, скорее всего, какие-то золотые подвязки я такие буду использовать. И с одной и с другой стороны мне это нужно сделать. Вообще, мне вот эти штуки, кстати, очень нравятся. Реально кажется, что тут зацементировали все это. Очень прикольно получается. Живо так. Живо. Вот хорошее слово. Подходит сюда. И тут, наверное, раз, два... Сколько мы хотим использовать здесь? Три. То есть, это будет такая подвязка. Вот здесь. И потом это будет наверх уходить. Там, скорее всего, мы какие-нибудь, типа, лесов сделаем, на которых это все крепится. Потому что... Ну, как-то странно будет, если... Если это все будет крепиться до самого потолка. Так что там нужно будет что-нибудь тоже свое такое интересное придумать. Возможно, железные, опять же, те же самые... Давайте посмотрим, есть у нас сундуки остались. Вот. Айон барс у нас тут есть еще. И, возможно, мы что-то из этого будем с вами использовать. Что там может подойти в качестве крепежа лесов? Наверное, все-таки вот это. Или вот это. Давайте вот это. Плюс, естественно, я хотел сделать здесь еще... Вот этот вот такой вот мостик. То есть, у нас крепление все это будет исходить из-под потолка, наверное. Да. То есть, где-то вот здесь у нас все это. Так, где вы будете крепиться? Вот тут вы будете крепиться. Вот здесь. Ой. Оу. Точно. Точно. Поэтому придется по две штуки делать, наверное. Да, чтобы такие вот коробочки получились. Ну и довольно ничего так смотрится. Да. Вот так. Потратить придется много. Но, опять же, оно того стоит. Очень, очень, очень прикольно будет выглядеть. Хотя, возможно, стоит и опустить чуть ниже, чтобы был эффект этих самых лесов. То есть, где-то вот здесь. Вот таким вот образом. А вот это вот все. Вот, все уберем. По ним ходить даже можно было когда-то. Если правильно попасть. По-моему, я сквозь пролетаю. Ладно. Суть не в этом. Сейчас мы с вами тут все это дело изничтожим. Да. Под самым потолком не так клево выглядит. Вот так будет поинтереснее. Опять же, надеюсь, вам все это видно. Я вот подсвечу. Да. Мне нравится. Будет прикольно. Ну и я продолжу. Все-таки мои опасения подтвердились. И нас не хватает вот этих самых карпит каверов, ребят. О-оу. И раздобыть их, конечно, можно. И, пожалуй, я это сделаю. Нам немного нужно. Но, в общем-то, почти, почти хватило. Вот в итоге, как это все выглядит. Примерно так, как я и представлял. И вы видите, я здесь добавил вот эти вот наши балкончики. Вроде бы я их еще не показывал. Здесь, между прочим, было бы, наверное, неплохо добавить столбики вот эти вот еще. Где-то... Где-то вот здесь. Сейчас. Для... Все-таки для пущей реалистичности. Не то, чтобы мы ее сильно прям тут преследовали, но... Все-таки... Наверное, это будет неплохо выглядеть. Да, нормально. Пойдет. Не то, чтобы прям мега-мега круто, но... Но неплохо. Окей, 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 окей. Вот. И вы видите, я тут добавил еще вот такой вот один слой этого карпита. Добавил сверху еще освещение и вот эти вот железные решетки. И вот... Ну и на заднем фоне вот такое вот окошечко добавил из покрашенного в белый стекла. Вот так примерно выглядит сцена. Если мы приблизимся вот сюда, то, в общем-то, клево и действительно похоже на сцену и на то, что представление факела, конечно, портит впечатление. Но я от них обязательно избавлюсь. Я думаю, здесь надо будет даже в пол внедрить какую-то подсветку. И пускай ее даже будет видно. Мне, по-моему, даже осталось немножко glowstone, да? То есть, в общем-то, мы можем попробовать с вами. Где там мой один топор? Так, центр у нас... Вот если ориентироваться по... По вот этому свету. Центр у нас здесь. Здесь... Собственно... Ну, вот здесь и добавим. И, кстати, какая-то фигня вот происходит. Именно вот с этим топором. С ванилой, возможно, топором. Или ванилой с зачарованным топором. Через какое-то время этот блок поломается. Но занимает это время очень... Очень много времени. Занимает поломка. И фиг его знает, в чем проблема. Вот. Обновление блока произошло. Но иногда даже и обновляя блок ничего не получает. А, знаете, что мы здесь не можем поставить? Или можем? Или наоборот, это будет прикольно выглядеть? Эм... Не-е-е, не очень. По-моему, мы его потеряли. Йоп. То есть, в принципе, меня даже быстрее вот поломать здесь киркой, чем чем-то еще. Так, тогда мы поставим его здесь. Может быть, его даже стоило бы утопить вниз на один блок. По-моему, так вот будет тоже неплохо. Да, нормально. И поскольку у меня их осталось два, то второй... Возможно, мы здесь его и поставим. Так, вот. Все, мы на помосте. На сцене, вернее, на самой. И под нами. Но на один блок дальше. Извращение, блин, такое. Ну, что делать? Вот так. И давайте здесь сразу тоже поставим. Так, вот здесь. И... Все правильно. И вот здесь. И, в общем-то, ничего так выглядит. Сценка-то. Потом я еще тут, конечно, освещение добавлю. Вот что-то типа того. Но считайте вот этот задник декорацией пока что. Представление в декорациях Майнкрафта. Спектакль про Майнкрафт у нас здесь. И вот так вот в итоге выглядит наше... Наше помещение уже внутри. Вот это вот, я понимаю, уже. Таун-холл. Самый настоящий. И прям здорово. То есть вот мы тут планировали сделать какие-нибудь столики. Может быть, даже где-то здесь. Конечно, лестница мешает просматривать представление. Но, может быть, мы добавим столики где-то здесь. И здесь вот такие вот еще сиденья. Сиденья за столиками. Что прикольно, в общем-то. У нас же как бы VIP заведение веселила. И давайте посмотрим снаружи. В общем-то, снаружи я ничего толком не менял. Но если добавить сюда стекла, то в итоге все будет очень даже прикольно. Здание такое, знаете, привет из назад в будущее даже. Вы можете, кстати, в комментариях написать, что вам напоминает это здание. То есть мы вот, когда закончили постройку, и когда моя вот идея воплотилась все-таки в реальность почти что полностью. Да, вот фасад, по крайней мере. У меня реально в голове возникла мысль о назад в будущем. И о Макфлае, и вообще. Вот так вот. Внутри очень здорово выглядит. Я не нарадуюсь. И никак не прекращу это упоминать, об этом говорить. И комнаты, конечно же, у нас тут тоже должны быть какими-то прикольными. Может быть, это у нас будут комнаты для суперзвезд, которые такие, «Эй, я выхожу на сцену, да-да-да, приветствуйте меня». Какой-нибудь стендап у нас тут, например, происходить будет. Или еще что-то типа того. Прям почти что камеди. Не к ночи помянута. Хотя вот ночью я это и вспоминаю. И отсюда, да, вот прикольно вот так вот выступать перед таким залом. Но опять же напомню, что это у нас и зал для совещаний, и для выступлений, и для расслабончика какого-нибудь. Я не знаю, в Hearthstone. Здесь, например, можно играть, если это применить к какой-нибудь... к чему-нибудь в реальной жизни, наверное. Что-то типа того. Но, наверное, друзья, я буду на этом серию и заканчивать. Следующее, над чем я подумаю, это стекла. И, конечно же, доделать все это снаружи было бы неплохо. И если вы смотрите это сегодня, в субботу, то, скорее всего, сегодня же в субботу и будет у нас стрим, где мы закончим это здание. Потому что я чувствую, что еще одну серию по тому, как я конструирую это здание и достраиваю его, не особо интересно. А вот на стриме это то, что нужно. Так что приходите. Как обычно, по субботам у нас, каждую субботу у нас бывают стримы на канале twitch.tv.com. Джорамон, ссылка, как обычно, в описании. И мы там каждую субботу в 6 вечера по Киеву и по Москве что-нибудь делаем, что-нибудь стримим. Не всегда Майнкрафт, но всегда что-нибудь клевое и интересное. Так что приходите, жду вас. На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут МДжорамон, и мы здесь закончили. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok